Всем привет дорогие друзья, вы на канале Металик Дени и сегодня мы с вами посмотрим на мой мета-отчет патча 11.9 в игре Гвинт. Мы разберем сегодня с вами лучшие колоды данного патча по тир-во лестнице, где тир-1 это сильнейшие колоды патча, тир-2 чуть слабее и тир-3 еще слабее, но все еще актуальные и встречаемые в ладре. Ссылки на все колоды будут в описании под роликом, также будет предоставлена гугл таблица, где будет еще более подробно и интересно расписаны и выложены все колоды в хорошем порядке, в хорошем оформлении, со сложностью колодами, это очень полезно для новичков, и ссылками на видеогайды. Плюс на 90% колод, которые вы сегодня увидите, уже есть видеоролики, гайды, а на тех которых нет, скорее всего скоро будет. Поэтому все для новичков, все для олдов, чтобы было удобно ориентироваться по вот этой самой тир-во лестнице, все было более наглядно. Поэтому переходите сюда, не давайте ставить лайки под роликами, лайки под колодами, мне очень будет приятно, это хорошее продвижение, хороший буст канала. Если вы не согласны с расстановкой колод по тир-во лестнице с включением или не включением какой-то определенной карты, пишите об этом в комментарии, я обязательно почитаю. Но я стараюсь прям максимально, так сказать, смягчать углы и говорить где что, как что, под замену, заменить это, заменить то, поэтому стараюсь быть таким, знаете, стараюсь прям как-то мультиверсии разных колод применять, иметь в виду и показывать все, что есть. И еще хотел сказать, если какой-то вашей любимой колоды нет в мета-отчете, то не строчите про нее, мой пятерной кот под тройной кантореллой, самая сильная колода. Ребят, мы рассматриваем с вами не только сильные колоды, но еще и актуальные, популярные. Если ваша колода какая-то очень мега крутая, окей, окей, просто ее, ну, я не видел, на турнирах ее не было, многие мои подписчики ее не видели. Мы разбираем не только сильные, повторюсь, но и популярные, актуальные колоды. Какие-то такие своеобразные нестабильные деки мы не рассматриваем, только в редких случаях. Такие случаи, кстати, наверное, будут, один или два, может быть. Поэтому таких колод нет, а вот метовые колоды есть. Тоже, переходим к обзору колод, и тир-1 у нас особо не поменялся, открывается он с мидрейндж, с келлиги, по сути, колода какая была, так и осталась. И почти все колоды, начиная вот с Ани Романтии по Сигвальда, почти все имеют вот именно вот такой вот костяк. То есть особо изменений нет, разве что я видел вместо Каратской Жары запрещенный ритуал. Ну а так, колода вот какой была, такой и осталась. Меняется только бронза, кто-то берет две двимочки, кто-то там берет, не знаю, вместо Макси, там, допустим, Обращение в Медведя, или там Фолиан Чародей как-то умещает. В общем, вот только так меняется колода, а так по бронзе только, по бронзе только. Суть этой колоды в том, что она играет в контроль, и каждая карта играет на хорошие поинты за короткое время. Каждая карта себя окупает. Сварьблот играет на очень много, но если, например, поставить Идол, то Сварьблот сыграет еще сильнее, еще круче. Если раунд дольше, то еще сильнее, еще лучше. Совья играет тоже на очень большие поинты, под Отцаубийцы сразу активируется, сразу добирает нужные поинты. Картроль, для которой можно расчехлять, сотворять, создавать, добивать карты, тоже очень неплохо. Ольгерт и Сигвальд под кнутом разгоняются до хороших поинтов. В Сигвальда также можно кидать грибы, раскачивать его, кнутом бить, убивать вражеские движки и спокойно жить. Дарьгорая хороший контроль, хороший блок, иногда вот от него бывало отказывались, но, в принципе, он нормальный. Вот такая вот колода, то есть она, повторюсь, играет как мид-рэндж, то есть каждая карта сама по себе хороша, но в синергии еще лучше. Я думаю, что к следующим сезонам ее будет потихонечку нерфить, потому что, ну, к сожалению, колода сильна и сложно ее контрить. То есть сложно ее контрить, перегнать ее просто там тяжело, сложно, потому что она в любом случае доберет эти поинты. С ней бодаться как-то, убивая, там, Сигвальда кнута, их поднимут, их резнут. Тяжеловато, тяжеловато. Но колода сильна. Наверное, самый главный противник этой колоды, наверное, какой-нибудь нильфы. Нильфы на контроле при хорошем заходе. Также в тир-1 я поместил порабощение, причем старую версию порабощения. Если хотите попробовать на чем-то новом, то есть карта, 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 карта Генрих. Генрих неплох, и каждая игра с ним реально уникальна, но, к сожалению, очень и очень рандомен. Особенно, если вы играете не против нильфгарда. Вы можете добрать какую-то хорошую карту. У нильфов много хорошей голды. Вы можете дать оппоненту хорошую голду в руку, а себе плохие карты. Помню, там, Рваное Крыло мне показывали. Морвуд, нет, не Морвуда, кого-то еще. А, Короля Крама на один поинт. То есть, плохие такие карты можете ральнуть, и это будет плохо. Плюс он может не прийти вовремя. Поэтому, как будто Браттонс более стабильный. Вот эта версия была в прошлом метаотчете. И советую я все-таки играть на этой сборке. Подкуп в Мироре тоже очень хорош. Особенно в Мироре. Вы можете ральнуть Артауда Тиранову, вы можете ральнуть Стефана Скеллина, Браттонса и многие другие карты. Поэтому, голоды, когда сражаются в Мироре, подкуп играет на большие поинты. Вильгефордс был немножко понерплен. Теперь он по размещению в рукопашке призывает верхний бронзовый отряд. То есть, теперь это не альтернативный Винкон, который может выкрутить Эрланда у противника, или какую-то еще карту. Теперь это такой просто контроль. Просто контроль, который прокручивает оппонента, убивает какую-то важную карту. И призывает карту, допустим, с меткой. То, что вы пометили Торосом. Артауда имеет огромнейшее количество хороших матчапов. Наверное, самый худший матчап. Да сложно его назвать, на самом деле. Реально сложно. Может, Ахеронтия. Некоторые сборки Синдиката. Может быть, Мидрэндж с Келлигой при плохом заходе. Порабощение и хорошем заходе Мидрэндж с Келлигой. Матчапов плохих мало, мало. Много темпа. В первом раунде это Торос. Это Имперские Марпехи, которые знают на 100% какая карта у вас лежит наверху. Ян Кривец тут 100%. То есть, все карты будут рассортированы в нужном порядке. И вы все находите. Поэтому, уже который год, колода играет и играет очень даже неплохо. Переходим к Тиру 1,5. Как можно понять, Тир 1,5 это колода, которая чуть-чуть послабее, чем Тир 1. Им чего-то не хватает. Или же Тир 1 колоды уж слишком сильны. И начинаем мы с Солдат. Солдаты открывают Тир 1. Колода по-прежнему сильна. Никак не поменялась. Какой была, такой и осталась. Траграм тут является альтернативным Винконом, который может удалить какую-то карту. Ну, вернее, поместить ее в сброс. Опять-таки, самое первое, что приходит в голову, это Лавк, Эрланд. Просто какие-то значимые карты, на которых строится вся колода. Вильгефорца немножко понерфили. И иногда я теперь вижу вместо Вильгефорца Йеннифер. Может быть, в следующем сезоне все будут уже играть на Йеннифер. Посмотрим. Потому что Йеннифер в этой колоде неплоха. То есть, Вильгефорца, опять-таки, его брали в эту колоду за счет альтернативного Винкона. Выкрутить что-то хорошее у оппонента. Йеннифер здесь сильнее, так как вы добираете карты через военный совет. Через все по местам. У вас тут двойная все по местам. То есть, добрать карту, которую вы забрали Йеннифер, всегда можно. Поэтому, я думаю, что будет играть скоро на ней. Арандит неплохо качается. Хороший темп вы имеете. И еще, смотрите, есть такой нюанс. Вы можете заметить, что это такое. Это, на самом деле, уже старый абуз. Одна карта анимирована, другая карта нет. И, допустим, вы через военный совет смотрите три карты. Видите, ага, у вас там лежит две альбы и наузика анимированная. И вы знаете, так, у меня анимированная наузика лежит вверху, а не анимированная лежит где-то в колоде, непонятно где. Поэтому девочками, морпехами, вы будете метить именно анимированную наузику, которая лежала у вас наверх через военный совет. Так вы получаете больше поинтов. Да, это абуз, да, это грязно. Но такой способ есть, и он рабочий. И теперь вы не выбираете, так, какую же наузику мне выбирать. Или выберете две случайные наузики. То есть теперь этого нет. Если бы, например, девочка изначально показывала, какую именно наузику она метит, было бы лучше. А так приходится опираться на такой вот абуз, по сути, абуз. Колода сильна, повторюсь. Асиры переигрывают все по местам. Все по местам это хороший темп, хорошая прокрутка. Почти все карты вы тут находите. Я видел колода с Яном Кальвейтом. Но Ян Кальвейт здесь нестабильный. То есть он тут выпадает вам с вероятностью в первом раунде. 70 где-то процентов, может даже 60. Если вы на красы, то еще меньше. Поэтому как будто бы в нем особо нет нужды. Вы почти все карты здесь находите, повторюсь. У вас амперские морпехи их метят. Поэтому не вижу особо нужды. И заменять особо не на что. На каратку, на рандит, такое. На Бельгефорце. Не знаю. Такая вот колода, которая по-прежнему себя ощущает неплохо. И, наверное, почему она попала в тир полтора? Наверное, из-за своей менее актуальности. Меньше актуально. То есть почти все, кто играл на солдатах, перешли на аристократов. Они более актуальные, более интересные, более такие вот метовые сейчас. А почти все, кто играл на порабощении, продолжают играть на порабощении собаки. И надо с этим что-то делать. Идем дальше. Дальше у нас аристократы, которых я упомянул. Аристократы стали очень даже неплохи за счет новой карты. Розы и Айдны, варатра. По разуме, вы створяете бронзовый отряд от инстракции вашего противника. И задаете его в противоположенную ряду, добавляя статус шпиона. То есть это метка. Метка. Это ваши бафы у вас с карты от меток разных бафаются. Плюс по приказу она наносит столько и день с урона. Сколько аристократов в вашей колоде. Причем раньше она наносила урон, вот тут написано, в вашей стартовой колоде. Теперь за каждого уникального аристократа. Я надеюсь это поменяют, описание поменяют, что за каждого уникального. Потому что раньше она била на очков 13-14, может даже до 15 ее разогнать. Теперь она бьет на очков 7, потому что, ну это Мгыр, это один уникальный аристократ. Адмирал, это второй уникальный аристократ. А вот тамимая только одна учитывается. только одна. То есть две томимые это один уникальный аристократ. Две, два охотника это один уникальный аристократ. Но по сути этот приказ, этот урон я особо не был нужен, потому что зачастую вы будете переигрывать именно Яхима. Потому что Яхим вам дает хорошую карту на стол. Хорошая прокрутка, хороший темп и намного мощнее, чем удар милосердия. Хотя менее стабильный. Но опять-таки главная проблема. Такие добрые колоды, как рыцари, завещания, у которых мало контроля. Допустим, какая-нибудь каратка, ярандит. Если раньше надо было контрить только Филиппа, и дай бог тебе пришла в руку каратка или арандит, хотя бы что-то одно. Вы уже там наполовину справились. И то, скорее всего, проиграете, потому что это контр-матчап. Теперь еще есть и Роза, которую тоже надо законтрить. Если Филипп выходит в долгом раунде, где-то в начале, у него сразу лечит контроль, то Розу ждут, Розу ждут, 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 ставят предпоследние карты и переигрывают. И на нее уже может тупо не хватить контроля. Поэтому колода неплоха, колода сильна и как будто бы вот такой вот карты не хватало. Плюс арбалетчики дает вена. Изменились и очень сильно бафнулись. Теперь каждый раз, когда вражеский отряд получает статус во время вашего хода, вы наносите ему по одной единице урона. То есть, если раньше у вас была только вот такая вот тандем в виде пикинера Альбы и томимой жаждой, такой хороший движ, то есть вы добавляли статус, томимая качалась. Кровоток качается, кровоток качается. То теперь у вас есть еще и арбалетчик дает вена. То есть, по сути, обратная томимая жаждой. Но если томимая жаждой бафается, бафает себя на 1, то он наносит урон на 1. И вам не кажется, что эта карта смотрится сильнее, чем томимая жаждой? Потому что урон всегда более крутой, чем усиление, на мой взгляд. Поэтому как будто бы эту карту уже пора, уже пора. Я думаю, в следующем сезоне она будет стоить 5 провизий. Чем-то она мне еще напоминает катапульту у севера, которой, кстати, дали 5 провизий после 4. Но эта карта намного сильнее, плюс это не в гард. Я считаю, что эту карту пора уже 5 провизий добавлять. И что-то поменяется в этой сборке. Но пока сборка играется вот так вот, все по местам хорошо вас крутит. Артян показывает карты. Яхимом вы знаете, какая карта находится наверху, и вы ее найдете. Плюс Родерик. По прокрутке здесь все идеально. Все находится, все играется. Колода сильна. Очень много она проходит. И, наверное, самые плохие матчапы это контроль. То есть, да, колода сама по себе играет в контроль. Но если она сталкивается с ноу-юнитом, или с ответным контролем, то уже как бы ей плохо. Но поэтов у нее все равно хватает. Следующая колода из тира полтора. Это у нас Ахеронтия. Ахеронтия немножко изменилась. Добавили новую карту Навиград. Карта ходит на 4 по размещению. То есть, имеет выгода 3. В конце хода вы получаете одну монетку, и каждую монетку один ход. Имеет стойкость, то есть, переходит в следующий раунд. И по приказу, может, сотворить и сыграть бронзовый отряд в категории банда. Это может быть какой-нибудь движок, какой-нибудь спендер, которого вы расчехлите, и сразу там Ахеронтию реализуете. Поэтому эта карта здесь очень даже хороша. И вот главный плюс Ахеронтии был, это фантомные поинты, фантомные монеты. То есть, вы играете часто на ноу-юните. Сыграли, если там откроется раз, оппонент там поставил карту. Сыграли, если там откроется два, оппонент поставил карту. Там во втором раунде, допустим, вы опять играете, если там откроется, там через ухлого торгаша. Ставите Навиград, ставите свечку. То есть, много ноу-юнита, много расстановок, которые оппонент не может законтрить особо, в особом количестве. У него нет 30 белок и 20 караток. Поэтому не все он законтрит. И да, если раньше контрили свечку, то теперь еще есть Навиград. И оппоненту надо так, кого бы каратить мне, Навиград или свечку? Навиград меньше дает, но это не спендер. Но там может выпасть спендер. В общем, моральные такие выборы оппонента. В общем, колода сильна за счет вот этого самого ноу-юнита, за счет этих самых монет в сбросе. Вы ставите Ахеронтию, прожимаете все, что у вас прожимается, крутитесь, вертитесь, все карты достаете из колоды. Я один раз колоду в ноль выкрутил. То есть было и такое. Плюс еще добавилась карта, вернулась по сути в синдикату. Горожане. Горожане усиливают себя на один, когда мы получаем монеты. Монеты мы можем получать с той же того же Навиграда. Плюс наша обилка лидера получает монеты. Плюс за каждую карту преступления вы еще получите монету. Монет много. Монет много, много монет не бывает. По сути, Навиград здесь заменился за место Кируса. Раньше игрался Кирус, больше было детей огня. Теперь играются больше в контроль, кровавая забава, контроль, движки, спелы и спокойно себя колода ощущает. Под защитником, под Ахеронтией. Единственная проблема, можете вы случайно каким-то образом не забрать первый раунд. Такое бывает. И можете не найти Ахеронтию. У вас на Ахеронти есть только Ахеронтия сама и Банк Вивальди. Вы реально можете не найти карту. У меня случилось такое только один раз. Я не знаю, как будто бы Ахеронтия всегда где-то рядом. И проблем не было. Ну, если эти две карты лежат там 25-й, 24-й, 23-й, 22-й, даже 21-й, вы реально можете их не найти к третьему раунду. Поэтому бывают нюансы. Ну, а так, колода сильна. Побеждать, кстати, вот многие Нильфгардские колоды, потому что Нильфгарду, чтобы переиграть какую-то карту определенную, надо не только карту переиграть, но надо еще монеты иметь. То есть, опять-таки, сыграли Нильфы карту севера. Походили на поинты. Сыграли Нильфы карту с Кайтейлей. Походили на поинты. Здесь надо ищи монеты где-то получать. И, по сути, из-за этого, как бы, Ахеронтия ощущает себя неплохо. Всегда, как противовес Нильфгарден выступала она, насколько я помню. Еще одна колода Ахеронтия, колода Миамона. Я думаю, скоро будет уже отказываться от Пассифлоры. Пассифлора была в самом начале сезона. Сейчас, думаю, будет отказываться, потому что не очень стабильная. То есть, также колода играет на Ахеронтии, но, повторюсь, с Пассифлорой. Бывало такое, что Ахеронтия под конец дает вам однажды ночью в Пассифлоре, когда вам эта карта уже особо не нужна. Но под новой картой Мадам Маркиза Серенти и Пассифлора, и Ахеронтия смотрятся очень даже неплохо. Во-первых, у вас тут другая обилка, и дань будет снижена. То есть, чтобы Мадам активировалась, вам надо иметь всего лишь три монеты. Так как она сама дает четыре монеты, дань будет равна семи, три монеты, и у вас все активируется. Я думаю, ее будет тоже нерфить. По размещению рукопашки, короче, вы часто будете использовать именно дань восемь, вы будете призывать коварную обольстительницу в рукопашку, красоток в дальнобойник. И, по сути, Мадам призывает два движка, сама являясь движком. То есть, она, каждый раз, когда противник играет карту, вы получаете монету. Портивник сыграл не просто отряд, а карту. Указ королевский, получили монету. С указа достали какую-то карту, за нее тоже монету получили. Плюс коварная обольстительница за каждую карту будет прокачиваться, а красотке будет по сбережению четыре бафаться. В общем, очень сильный движок, и в чем прикол, в чем плюс этой колоды, это то, что когда оппонент будет вас пытаться контрить, он не знает, что контрить. То есть, законтрить Мадам Сиренти, законтрить движки, которые с нее выпали, законтрить охеронтию, дождаться охеронтию. То есть, много контроля оппонента не будет. Слишком много движков. Поэтому колода неплоха. Плюс, однажды, она еще по чиплория неплохо активируется. Если вы ее нашли, поставили, очень много монет, очень много темпа. Такие вот движочки. Также в колоде есть скользкий Адриана. Дань будет ронат четырем. Вам надо будет две монеты, чтобы создать коварную обольстительницу. И вообще, дань вам нужна, чтобы король нищих пришел как можно скорее. Возвращал вам кэшбэкал монеты. И счетчик, чтобы обнулялся до нуля под, опять-таки, Сезам, откройся. Тут немножко поменялись движки. Тут есть коварные обольстительницы, которых вы зачастую будете мулиганить. Красотки, которых также будете мулиганить. И беспризорники, которые могут активировать сценарий. А так, колода чем-то похожа почти всем. Тут только нет защитника. Поэтому я думаю, что скоро откажутся от однажды ночи спаси Флори. Попытаются поставить и Навиград, и защитника. Посмотрим. Но колода неплоха. И даже выигрывала как раз-таки классическую Ахеронтию не раз. Далее в тир полтора у нас закрывает новый Жор. Новый Жор очень даже неплох. Кто бы мог подумать, что Регис и Деттлов подружатся. Кто бы мог подумать. Региса у нас изменили. На нем я долго останавливаться не буду. Просто советую посмотреть пару гайдов, которые выходили с этой картой. А их много было. В общем, завещание как игралось, так и играется. Но теперь появилась карта Регис, которая ходит на большие поинты. То есть, по сути, 20 за 10. Плюс эту карту можно съесть Озрилом. Озрил, по сути, поглощая, удаляет эту карту. И сам ходит на 21 за 8. Это очень много. Это очень и очень много. Ну, а новая проблема появляется у колоды. Это найти эти карты к первому раунду. Или забрать раунд. Это проблема, с которой вам надо как-то будет бороться. Потому что сейчас многие оппоненты, видя Жор, пытаются играть до Талова, чтобы, не дай бог, Афирца не было. Потому что, ну, кто видел, тот видел, что делает Афирец. Это страшные вещи. Вот. По сути, колода получила очень лютый, хороший темп. Но проблемы некоторые с заходозависимостью. Проблемы некоторые, возможно, с контролем. Так как раньше здесь был Арандит вместо Региса. Да, если вы хотите поиграть на предыдущей сборке, просто вместо Региса кладите Арандит. Он так же стоит 10 провизий. А вместо Озрила Кейрана, который ест 3 отряда. Тоже стоит 8 провизий. И, по сути, ничего не поменяйте. Но лично мне хватает контроля в виде каратки и в виде циклопа. Например, контрит те же ловушки. Каратку, там, Ванадайна. Циклопа в Ангуса, например. А так колода, прям примерно какая была, такая осталась. Повторюсь, только главная проблема заходозависимость. Вам эти карты нужны, как никогда, кстати. И, кстати, благодаря вот этой колоде, по сути, эта колода контроль синдикат, на мой взгляд. Особенно Баунти. Я думаю, Баунти было бы на позициях повыше. Но это еще самая популярная и самая сильная колода чудовища. Идем далее. Открывает у нас Тир 2 Лавк. Лавк немножко изменился. Я, если честно, пробовал играть с Регисом. Но понял, что Регис не такой уж и крутой. Потому что, во-первых, я видел сборки. И там был Проклятый Свиток. А Проклятый Свиток у вас будет не всегда в колоде. Так как вам надо начинать на синей монете. А Крустальный Череп дает вам неплохой темп и стабильность. Поэтому Свиток не лучший слот, не лучший вариант. Чтобы обязательно искать этого Региса. Поэтому намного лучше играть в более классической сборке. Родея, Родовид, Анси, Рунмак, Геральд из Ривии. Это более стабильно. Плюс, почему здесь есть Геральд из Ривии. Потому что порабощения очень много. Просто часто игрался Игнат. Но он не очень хорош. Особенно, если его пометят порабощение. То есть, по сути, вы не нашли Игни. А вы не можете Игни никогда брать. Ставится Торос. Торос метит Игни. И как бы все. Ваш Лавк, ваш Эрланд умрет. Поэтому лучше играть с Геральдом из Ривии. Да, он менее стабилен. Не так много целей под него есть. Банально там какой-нибудь Тир. Отсубийца. Может там прокачанный Вальблот, Сови и так далее. Но, не Сови, а... Ну, не Сови, а Сигвальд. То есть, целей мало, но стабильнее. Плюс Ирис и компаньоны Ирис также остались. В принципе, почти все играют с этими картами. И спокойно бафают колоду. Но желательно их так же, как и Региса, искать как можно скорее. Но, если Регис у вас там может уничтожить вашу всю игру. То эти карты не уничтожат. Просто потеряют чуть-чуть поинта. Вот. А также здесь некоторые новые бронзовые карты появились. Это ученый из Аксенфурта. Он был изменен. Теперь по размещению он усиливает себя на 1 за каждую карту. Со своими силами 11 единиц. Или выше вашей стартовой колоде. У вас тут раз карта выше 11 единиц. Два и три. Три карты. По сути, эта карта ходит на 7 за 4. Без сетапа. Это, по-моему, самая статовая карта, которая ходит по размещению. Да, это самая статовая карта. То есть, да, у вас есть Роданский агент, который может сходить на сильнее. Средняя башня, Роданский рыцарь. Но по размещению карта себя очень даже неплохо окупает. Я думаю, она тут под замену старого медведя, наверное. Да, наверное, скорее всего его. Либо кто-то клал, например, ополчение. Или, например, вот эту вот девочку, которая ходила на 6. В общем, вот такая вот картонка. А, да, тут еще отказались немножко от Всебога. Я помню, тоже долго экспериментировал. Я тоже решил отказаться от него. Да, он неплох. Да, он бафует Эрланд. Да, эти бафы умножаются, вычитаются. Но так много сейчас колод, которые играются либо на Игне, либо на Ритуале. Поэтому как будто бы лучше инвестировать в что-то другое. Например, Контроль. Вот, тут нет подношений. Зато есть Маргарита. Вот такая вот колода. Немножко теряет тоже актуальность за счет многих других метовых дек. Но все еще неплохо. Да, и храм. И храм теперь, ребят, он теперь показывает карты, которые вы сотворили. Это, кстати, тоже большой плюс. То, что это, наконец-то, добавили. Теперь, допустим, вы выбрали себе Драуга, Короля Хенсельта и Кимбальта. И теперь, если оппонент или вы нажмете на храм, правая кнопка мыши, вы увидите, какие карты вы или оппонент сотворил. Это большой плюс. Потому что меньше рандома. Меньше рандома. Хотя бы есть от чего отыгрывать. От, там, не знаю, Филиппы. Далее у нас Секта. Здесь без комментариев. Какая была такая и осталась. Все еще мерзкая. Все еще неприятная. Ее проходит контроль. Лютый контроль. То есть, не просто контроль, который там. Раз контроль, два контроль. Нет, контроль, который раз, два, три, четыре. Все карты контроля. Набеги неплохо с ней справляются. Какие-нибудь порабощения. Иногда солдаты. То есть, колода мерзкая. И давно пора ее как-то менять. Как вы подсказывали, просто поменять ими сами главы. Самый сильнейший сценарий в игре, который дает вам. То есть, есть много сценариев разных. Это единственный сценарий, который дает вам статы. И в раунде, в котором вы поставили вечное затмение. И даже если карту уже потом закаратит. И даже если вы уже там играете второй раунд или третий раунд. Статы будут везде и всегда. То есть, все сценарии играют здесь и сейчас. Этот сценарий играет во всю игру. Это плохо. Это плохо. Дальше у нас Ренфринильфы. Та же самая, что с культистами. Играют как швейцарские часы. Классика, стабильно, не стареющие. Все работает, все круто. Немножко поменялись имперские морпехи еще в прошлом сезоне. Получается, вышел один разведчик. Второй остался. Но все вот как есть, так и было. Здесь играется Игни. Здесь от Игни отыграть легче. Потому что, ну, вы там как-то можете пробафать, разбафать. Как-то вы сортируете, ставите. Вам в этом плане все проще. Можете, опять-таки, поставить Геральта из Ривии. Либо, например, я видел деки с Винсентом. Но еще чаще видел деки с Лео Боннартом. То есть, Лео Боннарт, он играет как Геральта из Ривии. Только более универсальный. То есть, может еще Ведьмака убить какого-то. Как-то так. Ну, опять-таки, играет. Играет давно уже и долго. Только обилка бывает меняется. Вот, кстати, за счет обилки. За счет обилки. Можете поставить, например, имперское построение. Получите две провизии. И вместе эти как раз-таки разведчика. Вместо, например, Белки или Невольчьей Пехоты. Далее у нас Тир 2 Рыцари. Ребята, Рыцари вновь бафнулись. Вновь вернулись в Ладр. Вновь вернулись в Мету. Теперь у них появился Регис. Регис очень неплох. Колоде нужен был темп. Колода этот темп получила. То есть, если раньше у вас была комбинация для первого рауна. Только Бессмертная и Прократная Чародейка. Теперь еще есть и комбинация с Регисом. Во-первых, Иру Квакс. Мне сразу пришел в голову Иру Квакс. Который выкручивает карты. Я еще такой думаю. Блин, а у Севера же нет карт выше 9 провизии. Иру Квакс. Хорошая прокрутка. То есть, это и прокрутка, и руина оппоненту. Пройти какого-то Симласа. Банадайна. Вот сразу Эльф в голову приходит. И так им, конечно, плохо. Но, опять-таки, вот приходит в голову. Ренфри выкрутить. Какой-нибудь Винкон оппонента. Эрландов выкрутить. То есть, первым ходом. Всегда пожалуйста. Выкрутить альтернативный Винкон. Да, это плохо. Да, это подло. Но колода, по сути, относительно однокнопочная. И ее легко пройти. Ее легко пройти. Выкрутив альтернативный Винкон. У вас появляются большие шансы на победу. Вы выкручиваете. Это и прокрутка, и темп, и статы. Зачем вам нужен Регис? Спросите меня вы. Под проклятого рыцаря. У вас два проклятых рыцаря в деке. И один из них может обратить его в проклятого рыцаря. Соответственно, все, что здесь написано у Региса. Оно аннулируется. Проклятого рыцаря вы можете достать через высадку, через аниромантию. Через деву, которая достает высадку или аниромантию. То есть карты вы тут находите. Проклятый рыцарь обращает Региса. Региса нет. И это еще не все. Регис не просто будет проклятым рыцарем. Он будет бронзовым проклятым рыцарем до 20 силы. И в коротком раунде вы можете поднять его через некромантию на 20 поинт. Кромантию вас сходит за 7 провизии на 20 очков. Плюс может активировать сценарий. Потому что вы сыграете рыцаря. В общем, дека как игралась, так и играется. Просто появилась вот эта вот приколюха с Регисом. Альтернативным, так сказать, Винконом. Что-то еще хотел сказать. А, против Нильфгарда, особенно на тактиках. Желательно все-таки некромантию прям отдавать с самого начала. Даже в моей сборке, по-моему, не было карты, блин, хочу сказать, экспериментальное лечение. Экспериментальное лечение, которое достает карту из сброса отряд. Поэтому, против Нильфгарда, почти всегда желательно прям открываться с некромантией, чтобы оппонент не дай бог не сходил карты на 20 очков Пашей. А как-то так. Как-то так. Гайд у нее тоже есть на канале. Не знаю, стараюсь прям максимально подробно рассказывать о колодах. Пишите, надо так делать или не надо. Или наоборот, ускориться, меньше слов, больше показывать. Напишите, потому что мне очень интересно. Но я считаю, именно какая-то своя задача не только показать колоды, но еще и рассказать о них. Поэтому пишите, ребят. Интересно знать ваше мнение. Следующая колода у нас это Абуз Ловушки. Абуз Ловушки немножко поменялись. Сразу скажу, что есть несколько разных сборок. Но почти все играют именно вот на такой сборке. Видел я только одну другую сборку. Отказываются от Зова Леста. Берут обращение в Медведя. А, и этого. Я и Вина. Но, ребят, по-моему, МакПай играл на турнире этой сборкой. Но, блин, ребят, у вас тут только одна карта прокрутки. Это Фолиан Чародея. И то, если вы убираете Зов Леса, то у Фолиан там не можете найти ни один отряд. Ну ладно, Риордайн еще ваша прокрутка. Но его же тоже надо искать. То есть, по нахождению тут все очень тяжело. Идеальный первый раунд. Найти Грабеж. Найти Ангуса. И найти... Кого? Ванадайна. Еще очистку. То есть, вот это прям идеально, чтобы вас не контрили. Сделать это сложно. Поэтому, если вы прям настолько хайрольные, можете убрать Зов Клец и сделать, как я вам говорил. А если вы, наоборот, менее хайрольные, можете вообще от Сабли отказаться и поставить Свитер. Потому что колода очень хайрольная. И, к сожалению, ну вот эльфы переживают не лучшие времена. Это реально самая сильная колода эльфов. К сожалению, повторюсь. Потому что очень заходозависимая. А далее, что поменялось в этой колоде? Добавилась карта Диверсант в Рихет. Теперь эта карта, если есть в распоряжении нашим артефакт, то создает эльфийского ловчего. Ваш эльфийский ловчевый будет прокачан через Ангуса. И, например, если вы поставили Ангуса один раз, не переигрывали его через грузов, то уже Диверсант сыграет на 7 очков. Это неплохо. Плюс его можно переигрывать через грузы. Часто, когда вы встречаетесь с лютым контролем, вы грузами переигрываете какие-то бронзовые отряды. То есть вам законтрили Ангуса, вам законтрили Реордайн, если вы его потратили в первом раунде, вам законтрили Ванадайна. Все законтрили. У вас все еще есть бронза. У вас есть Сабельки, Сабельки. У вас есть Диверсанты. Были еще Скотели-новички. Ну вот теперь еще есть, говорю, Диверсанты. Их также можно переигрывать и сотворять эти самые ловчих. И также появился ученый из Аксенфурта. Честно, я, по-моему, его нигде не видел. Это чисто моя задумка, положить его в эту деку. Но, сами вдумайтесь. Карта усиливает себя на 1 за каждую карту, собственно, 11 или выше. 4 за 4. Сколько у нас карт выше 11 провизии? 1, 2, 3, 4, 5. То есть карта по размещению ходит на 9 за 4. Это очень много. Да, колода хайрольная помойка. Но все же, если вы находите ученого, и вам надо прям в статова сыграть, он играет на 9 за 4. Как агроид почти. Но более стабильный. Как-то так. Ловушки, зачастую, именно такие вот кладутся. Контроль, споры вражей. Вражей я тоже кладу чаще, потому что двух саперов вы можете не найти. В общем, такая вот колода, которая в коротком, если особенно вам не законтрили Ангусы, не законтрили Ванадайна, ходит на большие пойнты. И последняя колода из тира 2, это Ренфри Реликты. Ренфри Реликты немножко бафнулись. На нее обратили внимание после того, как в ней поиграл очень неплохо Миамон в турнире. И, в принципе, он эту колоду хорошо закрывал. Я, честно скажу, ее немножко поменял. Наверное, даже множко. То есть его колода крутилась чуть ли не в ноль. Моя колода все-таки больше играет в контроль. Она более хайрольная. Ну, относительно чего хайрольная? По сути, если мы берем в расчет колоды на Ренфри, Ренфри особенно чудовищ, то эта колода даже больше крутится, чем любая Ренфри, там, Ренфри вампиры, допустим. Поэтому я не считаю ее хайрольной, я считаю ее нормальной. В общем, поменялась у нас жальница или жальница. Раньше она стоила 7 провизит, теперь она стоит 10. Но теперь она играет по размещению. То есть она удаляет все отряды из вашего сброса, затем усиливает себя на А1 за каждый удаленный отряд. Ребят, у вас есть самогрызов. Если вы нашли в первом раунде еще и оператора, крафтить самогрызов, у вас много-много самогрызов, вы их крафтите, 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 они все попадают в сброс. И во втором или в третьем раунде жальница все это ест. Все это ест, это очень большие поинты. Тот же Миамон на турнире разгонял эту карту до 30 поинтов. То есть этот финишер на 30 поинтов. Максимум, я считаю. Но даже на турнире такое случалось. Я также в эту колоду добавил Игни, потому что без контроля эта колода себя ощущает очень-очень плохо. Прокрутка здесь в виде Трис. Вы можете забрать какую-то карту, другую поместить обратно в колоду. Также в виде прокрутки здесь есть два единорога. Одного из них, по которому вы можете найти через Трис. Плюс эти единороги являются реликтами. Когда вы ставите реликта на стол, а вы сразу двух поставите реликтов, вы бафаете самогрызов. А самогрызов у вас будет очень-очень много. Бес, хороший ход на 8 за 4, который можно поднимать через инкуба. Очень много хороших, сочных, в плохом смысле, четверок есть у оппонента. Какие-нибудь, не знаю, даже вот у чудовища есть какие-нибудь накеры. Королевская кобра, там стоя волков. В общем, какую-нибудь цель плохую вы найдете. Даже вот этот риданский рыцарь у севера. В рукопашку поставили ход на 2, а себе призвали аж восьмерку. По темпу колода очень сильна, очень быстрая, очень динамична. По контролю, вот ей хватает в виде игни, финишеры у нее тоже хорошие. Это Морвуд, это Жальница. Довольно-таки неплохо. Макси ваша прокрутка, Единороги, Трис, этого, повторюсь, хватает. Морвуд разгонится до больших поинтов, это будет ваш финишер, плюс Морвуд Рикт. Соответственно, когда вы его поставите, он еще бафнет все карты, которые находятся на поле. Переходим к тиру 2,5, и тир 2,5 у нас открывает набеги. Набеги с прошлого сезона, ничего у них не поменялось. Мало что могу сказать, но можно респектнуть этой колоде, потому что это, наверное, одна из лучших колод по контролю культиста. На мой взгляд, может, не знаю, вы имеете какое-то другое мнение. Вот такая вот колода, которая играет, уже который сезон, мало что могу о ней сказать. Относительно заходозависимая, но большинство сейчас просто играют на мидрейндж колоде с Келлигой, чем вот на набегах. А то же самое и с Пламя Славы. По сути, все то же самое, какая она была, такая и осталась. Я играл именно вот на такой сборке. Кстати, многие после, не знаю, моих гайдов или моих этих прям наставлений, не надо, не надо, не надо, не надо. Все начали тоже отказываться от... От, от, от кого? Как его звали? Это Эйст? Его зовут. Да, вот он. А Эйст от Эйст начали отказываться, ставят свандроги и не жалеют. По поинтам все спокойно хватает, прокрутки тоже нормально. Все играют вот на такой сборке, если играют. Вот, но колоде тяжело, а Херонтью она не проходит. Многие деки, которые играют на Абуз, тоже могут не пройти и проблем у нее также хватает. А также через 2,5 я добавил агроидов. Агроиды, по-моему, тоже эта сборка ничем не поменялась. Какая была, такая она и осталась. Просто от этого научились отыгрывать. Если, например, в первом сезоне, когда только-только добавились агроиды, было типа... Чё, блин? Чё так много? Чё так много темпа? А, то сейчас... А, много темпа. Ладно, давайте я сейчас завалим. Сейчас как-то уже, ну вот, не страшно, не страшно. Тем более, когда в мете у нас, в ладере, по большей части, Скеллиги и Невгард, как бы эти карты играют против. То есть, там, Скеллиги, все эти большие тушки. Давай-давай, жирней тушку подставляй, я ее ударю. Давай-давай, еще жирней, я ее еще раз ударю. А Невгард, давай-давай же еще жирней, я ее заберу себе или там как-то переиграю. То есть, тяжеловато стало разыграть эту колоду очень хорошо. Но, довольно-таки, неплохо. Ренфри колоды с агроидами потихонечку уходят из меты, потому что контроль важен. Каратка, арандит, все это реально очень-очень важно. Вы можете найти какую-то голду в Ренфри сборке, а здесь вы зачастую ее найдете. У вас есть роль лоточника, который удаляет карты и добавляет вам в руку. У вас есть Альзур двойной крейс, который сыграет либо Короля Крама, либо... Либо-либо-либо... Либо Старого Грота, но Старый Грот у вас может быть прокрученный. В общем, контроля ей хватает. Следующая колода это Краснолюды. Краснолюдов, к удивлению, бафнули и играют они очень даже неплохо. Появилась карта Место. Да, эта карта не такая крутая, как, условно, Новиград у Синдиката, но все же неплоха. Имеет стойкость. По размещению вы створяете Краснолюда. Любого Краснолюда тут, опять-таки, опечатка. Добавляя ему 4 единицы брони. Вы можете ральнуть иногда прокрутку, прокрутить вашу колоду. Можете ральнуть какому-нибудь пиротехнику, так как вы ему добавляете еще и броню. Можете ральнуть просто движочек в долгую, когда ставлю до Берсерка. И на хороший темп и на хороший поинт сыграть. Также она кариоверная. Можете приказ актировать в этом раунде, в другом раунде. Приказ создать закалку. Я считаю, что этой карте надо давать 9 провизии. Или больше брони добавлять. Или, например, смежную отраду броню. Потому что относительно Новиграда карта, конечно же, хуже. Плюс, изменили карту у нас Мастерская Бронника. Теперь эта карта не просто усиливает 3 смежных отрада на 2, добавляем 2 брони. Но, если в вашем троте уже есть такая же карта, то вместо этого вы усиливаете 3 смежных отрада уже на 3, добавляем еще и 3 брони. То есть, намного сильнее. Плюс, эту карту неплохо играет Симласа. Так как вы сыграли первую карту, потом сыграли сразу вторую карту. Добавив очень много брони. Под Мунро, под Краснодарными Бертерками, под вот этой самой товарищей Золтана. Очень неплохо эта карта ходит. Очень много темпа. В долгом бьет намного-много. Ну и Бровергог все это бахнет. Я думаю, что потихонечку будет отказываться от Симласа и от Мастерской Бронника. Будет возвращаться к Денису, который играет на хорошие поинты. И, допустим, не знаю, как-нибудь запихают каратку, может быть, и местится какому-нибудь Барклай. То есть, контроль этой колоде нужен. Махамский перевал, конечно, немножко изменил ее. Возможно, в хорошую сторону, но как будто бы немножко чего-то ей не хватает. Колода играет как будто бы, знаете, в 2 этапа. То есть, есть первый этап, это как-нибудь ходы бронзой, потом поставить товарища Золтана, обращать их. Гок, например, который тоже бафает поле. А, еще Эвдора появилась. Про Эвдора я забыл. Хорошая такая встроенная прокрутка вместо панталона. Усиленный панталон, который также играет хорошо на заспам. Переходим к тиру 3. И тир 3 у нас скрывает баунти. Баунти немножко тоже изменился. Как минимум, я увидел сборку с Тамарой и решил ее поставить. Ей добавили плюс одну силу. Раньше она была 5, теперь она 6. И добавили минус провизию. Раньше она была 7 провизии, теперь она 6. И на нее обратили внимание. И такие думают, опа, с ней можно поиграть. Да, карта не такая уж и крутая, потому что она усиливает всех охотников за колдуньями на 1. Если вы активируете дань 3, то усиливает всех охотников в руке, колоде или на поле. Не знаю, ошибаюсь, что именно на этой сборке играл Лиум, китайский боец. И спокойно-таки неплохо ее закрывал. В общем, насчет Тамары. Есть проблема в том, что вы можете не найти всех охотников за колдуньями. Во-первых, у вас тут их не так много. То есть даже вот Изора не охотник, Фрики не охотник. То есть много карт, кулачные бойцы. То есть вы прокачаете не так много карт и не все найдете. Это главная проблема. Но себя она окупает уже как минимум. И это неплохо. Пока что с ней играют. Касаемо всей остальной сборки, я часто говорю про эту колоду. Она особо ничего не поменялась. По сути, Изора неплохо играется в этой сборке. Так как вы очень много прожимаете приказов. Очень много уничтожаете. Можете назначить награду за голову маленького отряда. Изора сразу его добьет. Или наоборот, большого отряда убить его. А Изора, вернее, добьет маленький отряд. То есть очень неплохо играет. Как минимум, она сама по себе 8 за 8. Игнатий хорошо растет, качается. Карты вы тут находите. Королевский указ используют чаще, чем банк. Уж более он стабильный. Тем более, королевским указом можно достать Октавию Гайл. Которая достанет вам всех сыновей. Вот такая вот тема. Вот такая вот колода. Повторюсь, что проблема ее сейчас на данный момент. Это как раз таки колоды на Ноу Юнити. Те же Белки. Те же Ахеронти. И, например, колоды, которым не страшен урон. Не страшны наград за голову. Это Завещание, например. И даже рыцари себя ощущают намного лучше. Так как Рейгисы, так как Обращение. Все это неплохо справляется. В Баунти. В большинстве свое. Далее Накер Палка. Тоже немножко изменилась. Я взял какую-то такую необычную версию. Честно, не помню чью. Есть в этой колоде перезапрещенный ритуал. Очень даже неплох. Против Рейгисов. Против некоторых колод на Завещании. Против некоторых колод на Рыцаре. Эрланда. В общем, много что проходит ритуал. Плюс, так как он уничтожает сильнейший отряд. Вы можете назначить наград за голову. И ритуалом добить его. Монеты вы получите. Вот. Но главное располагаться им аккуратно. Потому что я помню, увидел где-то кто-то играл Накера. Первый выходит Игнатий. Потом ритуал. Ну, короче, вот такое бывало. Кони. Кони здесь есть. Часто вижу коней. Иногда я видел панталона. Но намного реже. Что здесь есть еще по заменам? Иногда я видел, что в колоду добавляли... Кого же добавляли? Защитника. Азара и Веда. И иногда я видел... Банк. Иногда... Ой, банк нет. Извините. Вот кого-то я видел. Кого-то я видел. Меч. Меч, по-моему. Меч, по-моему. В общем, на ваше усмотрение. Но зачастую сейчас играют именно на вот этой вот сборке. Король и Рыбак вам сетапит либо Золотого Накера, чтобы его обязательно нашли. Либо какую-то карту, которую вы хотите сыграть Золотого Накера. Какой-то определенный отряд. Как раз-таки отыграть от этой вот проблемы, когда вы там Накера можете найти сначала Игнатия, а потом и ритуал. Чтобы такой проблемы не было, можно как-то подсетапить. Яды в виде братиков. Контроля хватает. Статов в свой стол тоже хватает. Вот такая вот колода. И Тир-3 у нас. И в принципе мета-отчет закрывает последняя колода на точном ударе. Колода немножко изменилась самую малость. Но ощущает себя довольно-таки неплохо. Колода, которая имеет наибольшее количество бриков. Самая, наверное, заходозависимая колода, которая сейчас есть в игре из метовых. Вот такая вот колода. Тут добавились новые карты. Ученые из Аксенфурта, которые прокачиваются еще больше, по-моему. То есть он сам 4. Прокачивается на 5, 6, 7, 8. Ладно, на 8. В ловушках самый сильный ученый. Вы должны найти сценарий и активировать его. Не пугайтесь, что у вас мало эльфов. У вас тут эльфийский писарь. Два эльфийского мастера меча. Также есть Телианин и есть Ванадайн. Плюс, если вы на сене монете, у вас есть Сабли. Плюс у вас есть Запасной План. Запасной План тоже играет эльфа. То есть эльфов у вас хватит, чтобы актировать сценарий. Вам главное его найти. Найти вы его можете через Ани Романтию. Либо через Фолиант в Ани Романтию. Вот. Зачем нужна Телианин? Телианин переигрывает вам эльфа. Причем она может переиграть любую карту. Любую карту может переиграть. Но подряд сыграет только эльфа, не превышающим 9 единиц провизии. То есть это именно Ванадайн. У вас тут нет других эльфов, которые будут иметь размещение. Вы их только отсюда можете ральнуть. То есть Телианин переигрывает именно Ванадайна. И если вы нашли сценарий. Оппонент вас душит. Нашли Ванадайна. То можно поставить Телианин. Ванадайн живет. И переиграть его. И себе в руку поместить еще 2 дополнительные западни. Эти у колода хороша. Опять-таки карри овер. Опять-таки много статов за 1 раунд будет через эти западни. И спокойно играется. Много ноу-юнита, много контроля. Ритуал, каратка. Алиса обратно западниет и возвращает. Хральгурт качается на хорошие поинты. Хороший финишер. Ну и опять-таки ученые. Ученые за 8 провизии спокойно ходят на свои поинты. Колода имеет брики в виде дряд стражниц. Но они не так сильно пугают. Главное найти вам западни в руку. В первом раунде. Чтобы вы их потом не находили. Как-то так. Ну вот белки страдают от заходов. Очень страдают от заходов. Если вы умел и находчивый, то колода вам подойдет. Вот такой вот получился мета-отчет. Пишите свое мнение о данном мета-отчете в комментарии. Постарался все метовые актуальные деки уместить в ролик. Надеюсь, вас не разочаровал. Ролик получился длинный. Еще раз, ребят. Пишите, как вам лучше. Чтобы я более кратко пробегался по колодам. Или вот более вот точно. Еще, может, точнее. Еще больше говорить про колоды. Пишите. Интересно вам слышать ваше мнение. Вы были на канале Металик Дени. Всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok